Как говорится, доброго вечерочка. На обзоре у нас нынче магнитола AEG SRP 4354BT. Так, размерчик у неё 531х162х287 глубина, вес 3400. Двухполосная акустика, вот сейчас хорошо видно, даже пищалки у неё полноценные, 5-сантиметровые, большие динамики 10-сантиметровые. Ну, звук сразу говорю. Если, может, был бы эквалайзер ручной, можно было бы что-нибудь настроить, 5 предустановок. Сейчас я включу. Значит, что у неё тут имеется? Flat. Ну так, тудым-судым. Jazz. Высоких на нём больше всего. Rock. Здесь мало высоких, больше средних, а низов. Классика. Здесь высокие, низкие и более-менее поп. Здесь вообще радио Советского Союза за 6 рублей, которое висело на стене, однопрограммное. Ну, на попе, кстати, лучше всего слушать радио, когда просто бозор. Не музыку. В общем, музыку слушать, если в открытых, не в наушниках, лучше всего на флете или на джазе. В наушниках я слушаю на роке. В основном слушаю в наушниках, поэтому мне это как бы орёт громко. В наушнике, кстати, звук слабый. Мне бы хотелось погромче. Но, видимо, уже какие-то нормы существуют, чтобы не глушить уши. Хотелось бы погромче. Например, с бомбоксов 90-х годов звук гораздо громче. Ну, а то флешка тут. Записал на неё 300 треков. Ну, говорят, да, тысяча треков. Можно AUX есть. Вот из-за чего я взял. Всеядный CD-привод. Ну, и ещё, окромя этого, Bluetooth. Тоже пробовали, хорошо работает. Ну, и что ещё тут рассказать. Часы, таймер, ночной режим, будильник, память. Ну, память, я так понял, на радиостанции. Это до 20 радиостанций запоминает. В общем, ещё раз говорю, вот эта громкость у неё, остальное всё кнопками. Очень хорошо орёт он. То есть, если просто тупо орать, как бы не быть уж до конца аудиофилом, то нормально. Ну, вот так она вроде бы симпатично смотрится. Говорят, что вылитая BBK. Либо BBK это она. Ну, в принципе, мне она нравится. Мне она нравится, как бы, дизайном типа чебурек. То есть, у нас были колбаски, батоны, буханки. Ну, это вот похоже на чебурек. Или сочник, кому как нравится. Довольно добротно всё сделано, крепенько. Пластик не прям уж совсем дешёвко. Ничего не скрипит. Даже на всю мощность нигде ничего не гремит. Ну, может. Но всё-таки АЕГ. Ну, читал я в интернете, что точно такая же BBK ломается через год. Но этой, ну, не знаю, паспорта не было. Взял её за 3000, вот, недавно. Еле 5. Последняя цена у неё была 7500. В каком-то из наших гипермаркетов. Ну, вот такой вот обзорчик. Что ещё по ней сказать. Кстати, взял я её вот из-за AUX и много у меня самописных MP3 дисков. То бишь, слухать на ней. Хотя, звук, конечно. Ну, скажем так, на флешке на троечку, на MP3 на четвёрочку. А на просто CD коротком, на 80 минут, который там, звук, конечно, изумительный. На пятёрку, если вы так считаете. Ну, вот, по сути, наверное, и всё. Хорошо, говорю, добротно сделано. Даже прям и пластик качественный. Не жидкий. Вот. Кто-то писал, что в BBK жидкий... Жидкая. Жидкий, жидкая. Сейчас договорилось кто-нибудь меня. Open. Угу. Ну, здесь он, да, возможно, и тонкий, и жидкий. Но достаточно. Сломать его трудно. Вот. Лоток. Очень гидкий. Так, ну, вроде бы всё. Да, пульт. Пульт. О, про пульт забыл. Я ойтипал. Пульт, кстати, не то, что в LG. Кстати, LG много похожих вот таких. Пульт вот такой довольно большой. Вот даже сравню с пультом от Panasonic телевизора. По длине он такой же. Вот. То есть удобно держать. Две батарейки. 3А мизинчиковый. Все основные функции тут на нём. Кроме, по-моему, перемоток файлов. Ну, да. Перемоток файлов. Папок. Ну, файлов, да. Альбомов. Нет. Ну, так что, в принципе, очень удобный. Два ряда. И как бы на ощупь даже можно определиться. Где-что. Ну, и не крошечный. Как говорится, копеечный. Достаточно большой. Вот. Как говорится. Ну, вроде бы всё. Ну, вежлив. Что пишите? Спрашивайте. С удовольствием отвечу. Всем удачи. Всем пока.